Всем привет дорогие друзья, я думаю вы еще не успели заскучать по хорошим играм, но думаю не откажетесь еще от одной порции годноты, которую я сегодня для вас отобрал. Совсем скоро вы в этом убедитесь, ну а пока можете поддержать меня и выход обзоров лайком. Первая игра в сегодняшнем списке это гонки под названием Rush Rally 2. Говоря об этой игре, хочется отметить качество ее исполнения. Если большинство разработчиков сводят все свои игры к максимальной простоте, то здесь же мы видим отличный пример того, как нужно делать игры. Первое, что меня наверное впечатлило, это возможность настройки своего автомобиля. Вы можете выбрать высоту подвески, ее жесткость, угол спойлера и многие другие параметры, которые повлияют на поведение автомобиля на трассе. Согласитесь, что такие тонкие настройки можно встретить в мобильных играх достаточно редко. Или засунуть 72 трассы и 8 моделей автомобилей всего лишь в 63 мегабайта. И при этом сохранить вполне приличный уровень графики, да еще и в 60 фпс. Графика конечно не идеальна, но для 60 мегабайт выглядит весьма годно. Управление и поведение автомобиля на трассе также реализовано на отлично. Единственное, чего только пожалуй не хватает, это визуальные модели повреждений. Автомобиль вы конечно разбить можете, но при этом заметно этого не будет. Видов камер в игре 3, 2 от третьего лица и 1 от первого. Правда к сожалению нет вида камеры из кабины, на мой взгляд в ралли он присутствовать просто обязан. Делая вывод по игре, хочу сказать, что Rush Rally 2, наверное одна из самых лучших гонок, вышедших в последнее время. Вторая игра это тоже гонки, но в этот раз более аркадные и футуристические. Называются они Cosmic Challenge, и в них нам предстоит участвовать в заездах на космических кораблях. В плане отрисовки гоночных болидов и трассы игра выглядит неплохо, а вот космическое окружение меня совсем не впечатлило. В плане геймплея игра оставляет некое двоякое впечатление. С одной стороны он вроде бы нравится, а с другой чувствуешь, что как будто чего-то не хватает. Игровых режимов здесь два, это одиночная игра и мультиплеер, который станет доступным после прохождения некоторого количества миссий. Еще одной интересной особенностью является присутствие редактора трасс, с помощью которого вы сможете создать собственный трек и поделиться им с другими игроками. Кстати, чуть не забыл отметить, что в игре присутствует энергия, которая будет ограничивать количество ваших заездов. Следующая игра называется Skater. Это скейтбординг в аркадах, в которой вам дается полная свобода действий в рамках небольшого парка. Вам предстоит выполнять различные трюки, записывать их на видео и делиться ими с другими игроками. Безусловно, напрашивается сравнение с True Skate, ведь она, пожалуй, лучшая из существующих игр данного жанра. Скейтер ей, конечно, уступает, но и имеет несколько другую игровую механику. А также здесь, кроме доски, присутствуют еще и ботинки. Игра, конечно, отличная, но конкуренции, на мой взгляд, не выдерживает. Далее я хочу рассказать о 3D-лабиринте Relic Seeker. Ну, собственно, здесь вам предстоит, перемещаясь по лабиринту, отыскать сначала кнопку, открывающую выход, а затем уже сам выход. Также, помимо этого, в лабиринте разбросаны монетки, которые необходимо собирать, а особо везучие смогут найти и сундук, содержащий часть пазла. Единственное, что меня выбесило в этой игре, это ужасно работающий левый стик. Завершая сегодняшний выпуск, головоломка Fold the World. Действия игры разворачиваются на страницах книги. Ваша задача сворачивать участки страниц так, чтобы проложить путь для главного героя и помочь ему добраться до портала. Поначалу можно подумать, что игра детская, но потом сложность головоломок будет возрастать, и я думаю, мало какой ребёнок их сможет разрешить. Головоломка получилась очень качественная, а самое главное, что она содержит весьма оригинальную игровую механику. На этом всё, благодарю всех за внимание, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok